Я нахожусь у центрального входа в парк Поддубного. День сегодня шикарный. Мне было интересно измерить расстояние, сколько же шагов от моего дома до парка имени Поддубного. Я посмотрела на свой счетчик, у меня получилось 1900 шагов. Много это или мало? Здесь все рядом. Вот я вижу музей. При входе в парк можно увидеть исторические фотографии города Ейска. Мне очень хочется их рассмотреть и показать вам. Фото вокзала. Ейск вокзал. Общий вид на лиман. Училище Малам. Ейск сквер. Так, а на этом фото изображено общий вид на реальное училище. Храм. Фото морякам. Ейский пляж. Я понимаю так, что это было на Ейской косе. Ейск курорт и Ейск Черноморская улица. Таким был первый паровоз на Ейской железной дороге. А на этом фото изображено дома крестьянина-казака. Фото ниже Таганрогский проспект. А мне очень интересно это все рассматривать. и таким образом познавать город, в котором я сейчас живу. Таганрогская улица. Зачем? Да, очень интересное фото. Старые фотографии города. Таганрогская улица, это старое название. А сейчас там находится местный Ейский Арбат. Его так называют. Ярмарка, рынок центральный. Все находится там. Также находится самый красивый Ейский фонтан. В парке находится в памяти российскому советскому профессиональному борцу, атлету и артисту цирка. И родом он из запорожских казаков. Его зовут Иван Максимович Поддубный. Один из самых выдающихся борцов мира. Гири, это те гири, которыми занимался Иван Максимович. Иван Максимович Поддубный. Я нахожусь в музее. Это, наверное, скорее всего, самые первые афиши. Иван Максимович Поддубный. Добавил субтитры DimaTorzok 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 екатеринодар вокзал это сейчас вокзал города краснодара город краснодар это новое название раньше он назывался екатеринодар и еще я добавлю что в городе есть ки улица краснодарская это новое название а старое название улицы екатеринодарская феноменальный трюк поддубного вот эта сила вот эта мощь так выглядел поддубные 20-е годы они же его членский билет профсоюза фото среди борцов перед гастролями в германии тренировочная схватка тренажерном зале а вот и после возвращения из-за границы подобный женой поселился в тихом курортном городе ельске и купили просторный дом с садом и здесь фото города ельска то что сейчас находится на улице перед входом музей а вот здесь угол улицы советов и пушкина дом имени подобного в нейске раньше эти улицы назывались керченская стенная а сейчас советов и пушкина что нужно сходить и посмотреть воочию а здесь иван максимович со своей женой марией и с друзьями приемный сын ивана максимовича иван а здесь он с внуком халат ивана максимовича поддубного город курск цирк 30 и 40-е годы тренировка а это билет цирк на матч от группа артистов единственному непобедимому мировому борцу ивана максимовичу поддубного вторых товарищей циркачей и вот он какой красавец мужчина 30-е годы на фото с артистами цирка во время гастролей 55 гастролей 90 гастролей 一個 small гастролей Газеты фото дипломы как интересно это гвозди завязаны под дубным узел это сила и одежда шляпа жилет полстук из честного не юбиляра поздравительные телеграмма здесь на этом стенде изображены трудовые соглашения афиши почетная грамота на приеме в кремле вручение ордена моя жизнь на борьбе а в гостях у поддубного дети, школьники, ейские пионеры фото 49-го года я вижу справку которая выдана в больнице находился на лечении диагноз перелом шейки левого бедра все данные поддубного рост метр восемьдесят четыре вес сто двадцать гири гири штанги гантели с обратной стороны написан вес гантелей по семь с половиной килограмм штанга 75 гири 32 килограмма тренировочная ось подлинные вещи семьи поддубных афиши это слова поддубного самый важный в жизни девиз и ивана максимовича поддубного вся жизнь в борьбе шестого августа сорок девятого года в шесть часов 15 минут на семьдесят восьмом году иван максимович поддубный скончался свидетельство о смерти почетный караул гроба похороны в городе ейске это было 9 августа 1949 года фото памятник который установлен на могиле ивана максимовича поддубного подарила всего 43 модели но здесь у нас на на выставке 28 выставлено все сделаны его руками это все модели все сделаны корабли линкор бисмарк бюксир толкач гном бюксир тюлень сухогруз норильск грузопассажирское судно на воздушной подушке рыболовецкий сейнер траулер контейнеровоз танкер линкор линкорн севастополь линейный корабль линкор 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 боевых корабля колючей это какая то интересная синяя Если у вас знакомые не очень хорошие. С Кубани привезем ее. Вкусная. Только ешьте вопросы, не задавайте. Наверное, да. Скорее всего, это она. Наверное. Посадят же зайчу ягоду. Да, очень красивая, конечно. Расцветка кустарника. Интересная ягода. Кто знает, подскажите. Мне тоже это все интересно. Реально, я сейчас только ходила в музей. Я просто знаю. Я еще помню. Буквально как живого. Ивана Максимовича. Здесь место захоронения. И памятники. Все, вот это реальное место. Вот это раньше тут все заканчивалось. До революции. Тут был маленький скверик вот такой. И дальше там были лопухи. Там волки, которые там ягодами питались. Там жили. Да. Интересный рассказ. Тюрьмы замок. Да-да-да. Вот видите, интересно. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Волки, тюрьма там. Спасибо вам большое. Посетив музей, я так приятно впечатлена. Немного погрузилась в историю города Ейска. Первое апреля заканчивается. А меня так никто и не разыграл. Всего всем самого доброго. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok